Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Бубух! Ой-ёй-ёй! Вот этот камень за нами летит! Нам уже нужно убегать! Скорее, скорее, убегаем, убегаем! Скорее, не то, что он нагонит! Прыгаем в сторону! Бжжж! Хухуху! Хей, привет, Друзья! Итак, начинаем очередную серию Спейс Клэс-6, часть 5! Друзья, здесь будет много моментов, когда я буду ускорять видео, Чтобы не занимать ваше лишнее время Продолжим старую игру Конечно же, Палисарбат 5 Считываем и смотрим Мы попадаем в наше старое пространство Нам здесь нужно пройти в один магазин В котором нужно приобрести Специальный шлем для виртуального пространства Этот магазин находится в подвале Мы спускаемся туда Видим продавца И предлагаем ему, конечно же, да Ту самую карточку Здравствуйте, мистер Блатс У нас есть для вас кое-что интересное Вы так думаете? Вам действительно должно понравиться О-о-о-о Ну теперь давайте снимем это с ваших рук Конечно, вы понимаете, что продажа незаконна Но для вас мы сделаем Посмотрите вокруг и выберите подходящее для вас Мне бы пригодился киберпространственный костюм Ну в таком случае я вам продам один из лучших наших образцов Что вы сказали? Нет, мне нужен костюм или я пошел Ну что ты, сынок, ведь мы можем договориться Всегда рад встрече Было приятно увидеть Будь здоров, Фестер Я полетел Идем, возвращаемся на то место, куда мы прилетели На этот перекресток На то место, где мы стояли Открываем переместитель Наш ключ, который нам дал робот Да-да-да, игра Да что ж, ну елки-палки Передвигаемся вниз Вот, да, и он Так, нажимаем кнопочку И перемещаемся обратно на корабль Ага, робот все нас ждет в том же самом месте Ну ты молодец Ну тебе-то что? Садимся Когда Галактион сказал Если бы я умел летать Мне бы не нужен был клей Пскортнер И простите, сэр Как я могу вам помочь? Да это был Пселон Естественно Но возвращаемся назад Летим Среди Космических пространств И попадаем на Дельта Букселон 5 Вот мы и прилетели Друзья Здесь нам нужно будет сделать кое-что интересное Мы же не зря взяли костюмчик Который хорошо на нас сидит Главное, чтобы костюмчик сидел Так, спускаемся в лабораторию номер А Ну на кнопку надо сжать На кнопку, а не на буквы Правильно, вот так Выходим Так, док тут занимается своими делами А мы пошли заниматься своими делами Садимся за компьютер Включаем Киберфункции включаем на компьютере И подсоединяем наш шлем Для этого входим в карман Находим шлем Выходим в игру И подключаем к компьютеру Молодцы И полетели Тут мы немножко ускоримся, друзья Потому что тут столько всяких дорожек По которым нужно будет ходить Но это будет сильно долго И вам не интересно Мы просто идем туда В противоположную сторону Откуда пришли Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-п Справа-влево, вперёд-назад, туда-сюда. Наконец-то попадаем на... А ещё сюда, ещё туда. Наконец-то попадаем на дорожку, на которой написано Офис. И вот тут мы попадаем к офису. Здесь нам нужно поднять отверточку, друзья. Она нам пригодится в офисе. Заходим в офис. Забираем табличку с циферкой 3. Да-да-да. Тут я немножко влажался, конечно, в одном месте. Ретверточка нам сразу не поможет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну да. Подходим. Применяем отверточку. Она нам не помогает. Отличная, ребят, крески. Так, подходим. Секретарю нажимаем кнопочку. Она соблаялась, конечно. Ваш номер соответствует таковому на прилавке. Да, я не брал это, но... Простите, сэк. Странно, в этой системе не учтены, но... Вы или показываете номер, или нет. Теперь ждите вызова своего номера. Спасибо, мне надо работать. Хм-хм-хм. Придется нам поработать с номером. Открываем. Берем отверточку. Даже зачем она у нас уже есть. Так, отлично. И подгоняем номер под номер 3, который мы взяли. Теперь опять идем к секретарю. Нажимаем кнопочку звонка. Ваш номер соответствует таковому на прилавке. У меня на самом деле есть номер. Прочитай и зарыдай, глупая женщина. Нет, нет, вы не можете. Да, боюсь, вы правы. Клянусь твоей пижамкой, мама от 32 на 32. Полетели в киберпространство, и теперь нам здесь нужно найти кое-какие файлы. Эти кайф-файлы обязательные. Они называются Рэнсит, Бэллокс, Шапрей, Сантьяго и Рэйджек Инф... Мостэ... Стерити. Это значит, проект... Ну, сейчас увидите все. Так, ну там немножко не туда мы пошли. Нам нужно будет немножко вернуться назад. Да-да-да. Нам же по буквам нужно все найти. Итак, находим Рэнсит. О-Б-Р. Так, здесь, чтобы попасть туда, нужно обязательно сделать... Если у нас здесь все получается. Да, вот видите, вверху ящик. Мы здесь строим лестники, чтобы поднять к нашему ящику. Нажимаем. На него находим Рэнсит Нигель. Вы помните, мы запоминали когда-то раньше эту фамилию и имя? Вот мы его здесь нашли. Вот. Посмотрим. Что-то там. Нигель Рэнсит и его брат Синжент наемный убийца. Совсем недавно братьев Синжент нанял доктор Белюкс и Сапрей. Из Содружества Пенсионеров Золотого Святого Года в Эртебукционоле 5. Научная ссылка. Белюкс, Сапрей, Сантьяго. Играем дальше. Забрали это дело. Так, пошли дальше. Идем, 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 идем. Идем, итак, нам нужно Белюкс найти. Там же в ссылке было Белюкс написано. Так, здесь у нас... Нажимаем Белюкс, забираем. Отлично, саховываем в карман, читаем Белюкса. Глазами, конечно. Доктор Нейген Белюкс, главный медицинский администратор и члены Общества Золотого Святого Года. Он получил известность и массовое признание благодаря своим исследованиям в попытках преодолеть и в какой-то степени победить старость. Научная ссылка. Сарпей и Сантьяго. Итак, погнали дальше. Дальше нам нужен Шарпей. Сарпей. А для этого мы выходим Букбуком, где написано С. Так, тут вначале одни ЕС, дальше другие ЕС. Нам нужно другое. И здесь мы поднимемся по лесенке, чтобы посмотреть, что у нас там есть. Да-да-да, это Сарпей. Забираем этот файл. Сарпей. Чудесно. Чудесно, друзья. Читаем этот файл. И там написано. Филантроп, чистой воды, бенефикатор. Многих хороших историй во вселенной известно просто под именем Сарпей. Недавно проект в Золотом Святом Годе на Дельта Барселом 5, где она надеется провести последние годы. И всегда думая о других, это почтенная леди, известна собой благотворительность во всем, что она делает. Научная ссылка Блюк Сантьяго. Теперь нам нужно попасть в Сантьяго. И мы двигаемся дальше. Это совсем рядом. Открываем. Открываем нашу Сантьяго Стеллар. Забрали. Смотрим. Читаем. Капра Сантьяго Стеллар была членом Тлота Старкона до своего ухода из этого мира на санитарном корабле второго класса, который встал на прикол С-Си-Си-Дин-Чип-86. То есть, ссылка... Понятно, да? Ссылка проекта. И проект мы сейчас будем искать на букву П. Заходим обратно. Так, у нас тут-то букву П. Видите, они немножко отличаются в ящике, которые можно выдвигать, потому что другие просто не выдвигаются. Не выдвинутся. Так, возвращаемся к букву П. Вот она вверху у нас. Открываем ящики, чтобы сделать лесенку, подняться к ним. Опа! И открываем верхний самый ящик. И читаем. Проект Бессмертия. Этот проект обязательно сейчас прочитаем. Но это же не доказательство, то, что мы прочитали. Проект... Всюду целый сон сарциссов. Проект Бессмертия. Есть холодное научное название, применяемое холодной и трудной науке, которая является фонтаном юности в наши дни. Проект Бессмертия основан сарциссовом и рассматривалась доктором Хайгеновым Белюкс. Она обещает человечеству осуществлять нашу надежду веков, вечную жизнь, делает брак бесполезным. Не правда ли? Научная ссылка. Конец игры. То есть здесь мы все нашли, друзья. Все, что нам надо, мы нашли. Так, выходим. Игра. И пошли обратно. Так. Быстренько мы ходить не будем. Здесь мы пробежались и выходим. Теперь нам нужно сделать очень просто. Нам нужно сделать доказательство. Для этого мы все это дело выводим на принтер. Да-да-да, друзья. Обязательно нужно распечатать. На принтер. И погнали распечатку. Киберпринтер благодарно принимает твой файл. Начинает печатать. Вопрос в том, что он напишет. Следующий. Следующий. Распечатываем файл. Бизик. Следующий. Распечатываем файл. И так далее до самого окончания. Пока все файлы не распечатаем. А что ты знаешь? Может у главного героя все в порядке с репутацией? После этого эпизода яйца разбивали ее матерем. Я думал, меня уже ничем не проймешь. Не проймешь. И так мы попадаем дальше. Следующий, сказала секретарша. А мы выходим из этого офиса. Теперь нам здесь нужно взять вот эту досточку, которую сейчас вы увидите. Забираем досточку, чтобы не блудить по всем нашим дорогам обратно. Забираем. Скажи, что я не прав. А тебе почти все. Здесь много места, кстати. И выходим. Выходим дальше и пошли по нашим дорожкам. Заходим. Естественно, выходим здесь. А тут, чтобы не бегать дальше, мы вложим сюда нашу досточку. Так, ну уж. Да, что же ты, неблагодарственно делать это в данном месте. Конечно, нам нужно взять из кармана доску, а не руками цапать. Мы положили доску. А ты аккуратно кладешь доску на место, заполняя пространство между двумя секциями мостика. И плавненько переходишь их. И выходим из кибер-пространства, конечно же, туда. Так, друзья. Итак, мы вышли из кибер-пространства. А тут... Как раз принтер допечатает самый последний досточок. Ииии, что мы делаем? Конечно же, нам нужно забрать эти бумаги руками. Нажимаем. Ты не сразу берешь ее. Тут все и так чисто, и пыли нету, и так далее. Да, нужно обязательно взять эти бумаги. А теперь мы идем к доктору. И предоставляем ему неоспоримые доказательства. Доктор Беллюкс, вы бы объяснили, что к чему? Вы совсем выжили из ума, Юлка. Что вы там бормочете себе под нос, доктор? Подвесенные факторами найдены на тобой фалокон дуреют и начинают все ронять. О, как? Очень красновечиво. Я старался обо всем этом не думать, пока не дошел до предела. Я уже почти... Это зашло слишком далеко, эти эксперименты. Я думал, что проведу один и смогу жить в мире с собой. Любовь заставляет людей делать странные вещи. Она знала, что я чувствовал, и воспользовалась этим. Я думал, что вы знаете кое-что о любви. Но погодите. Но... Вы хотите сказать, что вы сарпей... Этого... этого самого? Я согласен, что любовь заставляет нас сделать глупости. В нашем случае она заставила вас сделать неэтичное и незаконное, доктор. Где Стеллар Сантьяго? Я знаю, что она была жива. Ее смерть была профанацией. Что вы с ней сделали? Языческие боги, женщина. Она все еще жива, но боюсь, что у нее осталось немного времени. Жива? Что вы хотите сказать, немного времени? Как вы теперь поняли, проект Золотые Световые Годы был просто фронтом исследования, которое я проводил по приказу Сапрей. Сарпей. Она смертельно боится смерти. Вы должны были заметить, что она начала стареть. Да, кто бы мог подумать. Проще говоря, мусорщик, вилка... Мусорщик второго класса, дружок, и не забывайте об этом. Простите, мусорщик второго класса. Как я уже сказала, Сарпей боится смерти. Достаточно боится, чтобы забирать жизни другие для спасения своей собственной. Она знала, что я ее любил. Я помню, как ее спасал. Это было на похоронах ее четвертого мужа. И я никогда не видел ее такой сияющей. Я почувствовал. Круто. И она поняла это. И вы видели ее в черном? Да фиг с ней. Расскажи мне о Сарстелар. Ладно, дело в том, что я придумал способ, как продлить жизнь Сарпей. Пересадив ее, ментальную сущность, в другое тело. Это должен был быть ты, пока она не встретилась с Талар Сантьяго. Ты уж прости, мы думали, что я... Тебя никто не будет искать. Я должен был разработать нанотехнологии и пересадки в нужное тело. Что и происходит с твоей подружкой. Тело Сарстелара взяло Сарпей? Блин, но я не понимаю. Мы можем чем-нибудь что-нибудь сделать? Я об этом никогда не думал. Подумай сейчас. Мы должны спасти Стеллар. Ты не дашь ей умереть. Надо пересмотреть свои взгляды. Доктор. Доктор. Как не больно мне это осознавать, но ты прав, Роджер. Ты прав. У меня есть план. Мы спасем ее. Есть тут кое-какие мыслишки. Я зашлю тебя, чтобы остановить Спасер Пей. Чего? Нет, я не думаю. Это ее единственный шанс. Ладно, единственный. Единственный. Хорошо. Я думаю, что ты узнаешь, что так сделать. Я хороший. Теперь, как мы это сделаем, ты направишь свой шаттл в лабораторию УВ. Да, тем временем я разработаю новую программу революционной системы шаттла, которая поможет тебе разместить маленькие роботы, разработанные мной для вторжения. Один из них Сарпей. Если тебе удастся остановить Спасер Пей, шансы твоей подружки выжить сразу возрастут. Затем, когда ты вернешься, я посмотрю, чем можно помочь Стеллор после предпринятых операций. Вот, и теперь мы начинаем перебегаться и готовиться к перемещению к Сарпей. Ой, господи, Сарпей, о чем я говорю. Конечно же, Стеллор. Опа! Вот так мы уменьшаемся. Так это же уже шаттл превосходно уменьшается. Лучом, к счастью, это обратимо. Но надо было спросить, некоторые вещи нельзя уменьшать. Ха-ха-ха. Да-да-да. Некоторые в кавычках. Да-да, друзья, тут столько фильмов перемещено о фантастических, что смотришь на меня, отправляй уже. Отправляй меня уже в Стеллор. Сантьяго. Да. Ну и морда у тебя шар рапов. А Стеллору вот она лежит. В автомате, в аппарате. Давай, исправляйся уже, док. Мешаешь нам что-то, намешиваешь. Сегодня мы будем двигаться по внутренностям нашей любимой Стеллор. Заодно изучим человеческий организм. Изнутри, друзья. Да-да-да. Вот мы проходим через иглу и попадая внутрь, Стеллор, двигаемся по кровеносным сосудам и попадаем в район, где-то в районе... В районе желудка. Да-да-да, вот мы здесь. Что-то какое-то тут, что-то творится. Нам нужно будет сейчас, обязательно, после посадки, собрать кое-какие вещи. Чего там, нам на двигателе что-то у нас висит. Выходим. Выходим. Так, одеваем скафанд обязательно. Да. Заберем с этого шкафчика, как мы узнаем, там у нас есть шкаф с капантом. Одеваем его. Одеваем. И забираем шлемофон, конечно. Нам он понадобится в будущем. Вот так. Забираем. Пусть он у нас будет в кармане. А теперь мы выходим... Что-то за баночка такая. Поднимается она, не поднимается, нет. Не настолько же ты хочешь пить. Ну, конечно, я не настолько хочу пить. Открываем дверь и выходим наружу. Итак, забираем вот этот вот шнурок. Это, оказывается, какие-то мляны. И забираем вот эти вот вещи. Неблагоразумно делать это в данном месте. Да, конечно. Мы проходим вот в это отверстие. Опа, спускаемся. И мы попадаем куда? Мы попадаем, конечно же, в желудок, друзья. Желудок нашей любимой Стелла. И что же мы здесь находим? Какое-то пертышко. Какие-то конфеты. Что-то тут еще. Какие-то капилляры. Какие-то железки. А вон бегают эти роботы наши. Ну-ка, кидаем конфету. Что будет у нас? Если мы кинем конфету туда, в желудочный сок, кидаем. Ага, чуть-чуть и поднялся уровень желудочного сока. Интересно, интересно. Так, теперь мы забираем все, что можно забрать. Вот этот вот скобу со степера. Вот этот вот. Да-да-да. Это обязательно капилляр мы забираем. Так, теперь заходим в карман. Находим веревку. И берем скобу со степера. Это замечательный крючок. И мы его связываем. Ну-ка. Да, кусок веревки из середерея. Откуда оно сделалось, непонятно. Ну, то, что мы сняли с двигателя. Так. Итак, и так. Мы этот крючок должны... Должны совместить, выбрать. Берем крючок и соединяем его с веревкой. Да. Среди рей. Отлично у нас получился. Отличный шнурок с крючком. Итак, мы полезли наверх. И будем бродить по нашему... Очень, очень нам любимому телу. Так. Нам выходить не надо. Мы берем шнурок. Вот чуть-чуть уже поднимемся. Берем шнурок. И вот сюда вот его цепляем. Мы кидаем. И он цепляется. Опа! Чик! Класс! И мы сами падаем, конечно. Ну, конечно. Круто! Дни, конечно, не разбиваемся. Но поднимаемся по этой веревке. Отлично! Как мы поднимаемся? Прямо как спортсмены. Совсем недавно вышел фильм экипаж. Новый. Где они там лазли по таким веревкам? Как-то так. О, какое там мороженое. Застряло в пищеводе. Отлично! Поднимаемся выше, 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 выше. Поднимаемся еще выше. Еще выше. Опа! Какая-то таблетка. Нам с этой таблеткой нужно кое-что сделать. Опа! Чуть не упали, да? Ну, ладно. Цепляем. Бам-бам-бам. Опа! Пью! И таблетка у нас полетела дальше, внутрь желудка. Так, спускаемся ниже. Теперь, чтобы все это дело прошло, нам нужно пощекотить пищу. Вот наша любимая Стелла. Щекочем ее, конечно же, нашим пердышком. И-ху-ху! Вот так, прямо в мороженое шлепалась. А мы-то там чихаем, пыхаем, да-да-да, кашляем. И нас зажало, и не дало упасть туда. Бумс Вот это да Что такое Да-да-да Ну-ка смотрим Что там происходит А там очень сильно поднялся уровень И наши Наши жучки Все погибли и сдохли Отключились Как это еще назвать Как правильно назвать Сломались короче говоря Спускаемся вниз Так, жучков мы уничтожили Теперь нам нужно кое-что сделать Спускаемся вниз Желудочный сок упал До нужного уровня Чтобы мы могли ходить Теперь нам нужно Идти дальше Заходим Это называется Всеперстная кишка, друзья Да-да-да, что делать Мы заходим туда И придется нам ходить По этой всей гадости Идем и смотрим Что мы тут можем сделать А сделать мы тут кое-что сможем Так, вот видите Там какой-то Непонятный вход в тоннель Мы в него заходим Залазим Обязательно залазим И тут нужно будет кое-что сделать Двигаемся по Нашей кишке Продолжаем вверх И выше И выше И выше И выше И еще выше Вот она Двенадцатиперстная кишка Наша Идем по ней Друзья Вон, видите Сверху камень А он нам еще Кое-что Сделает Друзья Не забывайте про это Так Попадаем Какое-то Что-то такое Непонятно Ой Ааа Непонятно Что-то такое Но нам нужно сделать Из капилляров Склеить Шланг Ты По-умному Склеиваешь Капилляры Скотчем Берешь насос Присоединяешь Капиллярам И Выпускаешь Что-то Дело туда Да Нужно применить К этому Озеру Непонятно Еще Ну Либо Жилщ Либо Кислота На желудочный сок Не знаю Накачиваем Немножко Этой жидкостью Наш Наш Лимофон Ну У нас же Других Нету Лимофон Вот для чего Мы его брали Для того Чтобы сюда Что-нибудь Накачать Так Берем Наш Шлемофон И пошли Дальше Теперь Нам нужно Еще Позавтра Ити Ну Пошли Ой 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 Бобух Ой 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 Вот этот Камень За нами Летит Нам Уж Уж Убегать Скорее Скорее Убегаем Убегаем Скорее Не то Он нагонит Прыгам Старом Вот это Да Так Нужно Собрать Вот эти Вот кусочки Что-то Что-то Так, здесь у нас какой-то проход очень суженый, и мы его расширяем альвеолами вот эти, которые мы взяли с нашего корабля, а мы их надуваем. А надуваем обычно в том, как шарик. Зато проход увеличился, видите, теперь мы можем спокойно проползти. Да, если не знать всего этого, да, никто эту вещь не пройдет, эту игру. Так, вот здесь нам нужно собрать пару капель, вот тех, чтобы падать сверху. Берем наш шлемофон и применяем на эту комнату, и, конечно же, ловим. Ловим капельку, хотя бы одну капельку поймать, чтобы на расстоте поставлять шлем, чтобы подставить все это тело, ну да. Идем дальше, идем дальше, провадим через наш непроходимый проход, и идем в наш желудок. Для этого мы возвращаемся. Дальше, 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 выход через наш кишечник, проходим вниз. Выходим. Так, куда идти, вверх-вниз, здесь выходим. Ну-ка, 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 что это, что это здесь такое? Ну-ка, что это такое? Что это такое? Куда это? Мы здесь не ходили. Мы здесь не ходили. Опа, не понял. Так, друзья, не-не-не, нам сюда не надо. Нам сюда не надо, друзья, не надо. Так, выходим обратно, уходим, уходим наверх. Что-то никуда-то мы не туда попали. Ну, конечно же, мы же пришли не отсюда. Выходим дальше. Да, мы пришли оттуда. Вы забыли уже, друзья? Ну, это, может, и не забыли, а-то я забыл. Так, возвращаемся в наш желудок. Опа, тут, видите, уже вместо конфет лежит наша капсула, которую мы скинули. Ну, что мы делаем? Берём жидкость, которую мы набрали, и применяем её на таблетки. И забираем то, что у нас получилось. Теперь у тебя есть одна из этих таблеток времени. О, оказывается, это таблетки времени. Ну, что, друзья, на этом мы закончим наше прохождение, потому что тут ещё очень долго и очень много. Дальше будет ещё интересней. Мы уже добрались до нашей Сантьяго, и теперь мы её спасаем и ждём, что же будет дальше. А дальше мы увидим в следующем фильме. Записываемся с тегом таблетка. И будем выходить из игры, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Ждём ваших комментариев. Жмите на колокольчик. Делитесь с друзьями. Пока, друзья, пока! Субтитры сделал DimaTorzok